Здравствуйте! Сегодня поговорим о развитии туризма в Казахстане. У нас в гостях Майнюра Мурзамадеева, председатель комитета индустрии и туризма, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Майнюра Советовна, добро пожаловать в нашу студию. Спасибо за приглашение. Итак, вот к 2025 году стоит амбициозная задача поднять, довести долю туризма в экономике нашей страны до 8%, хотя общемировой показатель 10%. Вот об этом как раз таки в своем интервью журналистам агентства Хабар рассказывал и глава государства очень подробно. И он также отметил, что как раз таки для этого был создан комитет индустрии туризма, который вы возглавляете, и была принята концепция развития туризма. Вот с чего начнете? Как вы правильно отметили, глава государства в свете реализации третьей модернизации поставил задачи повышения конкурентоспособности туризма. Туризм призван стать одним из основных драйверов национальной экономики. И, конечно же, перед отраслью стоят очень амбициозные задачи. Если в 2016 году доля туризма в структуре ВВП составляла 1%, к 2025 году мы должны увеличить этот показатель до 8%. По поручению главы государства был создан комитет индустрии туризма, который интегрирован в структуру Министерства культуры и спорта. В июне этого года была принята новая концепция по развитию туристской отрасли до 2023 года. Также была создана национальная компания «Казахтуризм». Сегодня вопрос стоит не с чего начать, а как правильно распределить силы и энергию, чтобы достичь целей, которые поставлены главой государства. И одной из важных и главных задач комитета индустрии является реализация государственной политики в туристской деятельности. А то есть это получается реализация новой концепции, которая включает в себя разработку нормативно-правовых актов, которые регулируют туристскую деятельность. В настоящее время мы проводим инвентаризацию всех законодательных актов, которые были приняты раньше на предмет актуализации и их обновления. Иными словами, в первую очередь мы должны создать благоприятную и, конечно же, такую сильную законодательную основу для туризма в Казахстане. Вторым вопросом, который тоже является очень важным, является снятие административных барьеров, то есть облегчение визово-миграционного режима. Третий вопрос – это подготовка кадров. Вместе с Министерством образования мы создали рабочую группу и начали работу по совершенствованию учебных программ, потому что раз мы хотим сейчас развивать туризм как основной драйвер, нам нужны высокопрофессиональные специалисты гостиничного бизнеса, туроператоры, гиды-экскурсоводы со знанием иностранных языков. Ну и, конечно же, когда мы говорим о реализации новой концепции, это мы подразумеваем ежедневную работу с нашими регионами. К сожалению, у нас только в Алмате, Алматинской области, в Астане, Акмолинской области и Мангистарской области созданы специальные отдельные управления по развитию туризма. Но очень важно, чтобы в каждом регионе были такие управления, потому что деятельность местных исполнительных органов, которые укомплектованы компетентными специалистами, напрямую влияет на развитие региона. Вот вы говорили как раз-таки о облегчении визового режима. Какая работа в этом направлении ведется? Ну, во-первых, мы согласно концепции определились приоритетные зоны. Это такие страны, которые находятся в 4-5 часах лету от Казахстана. Это Россия, Китай, Турция, Индия и Иран. Кстати, в 2016 году количество туристов из этих стран составило более 2,5 миллионов человек. И, конечно же, наша главная задача увеличить туристский поток из этих стран, что делается нами, правительством, предприняты меры по дальнейшей либерализации визово-миграционного режима. И мы в настоящее время подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан из более 60 стран. Также у нас работают меморандумы АДС со странами, как Китай и Иран. И буквально недавно, в июне этого года, был запущен пилотный проект 72-часовой безвизовый транзит. Почему пилотный? Потому что он предусмотрен только для граждан Китайской народной республики и только на период экспо. И хотелось бы отметить, что за два месяца этого безвизового транзита число туристов из Поднебесной превысило более 1800 человек, которые оставили в экономике нашей страны более миллиона долларов США. И только за два месяца, да? Ну, вот как раз-таки одним из инструментов реализации вот именно такой задачи по поднятию туризма, развития туризма, глава государства отметил программу Нурлужо. Вот как раз-таки строительство дорог, инфраструктуры, гостиниц, ну и соответствующий сервис. Вот это все должно кардинально как бы изменить эту сферу. Ну, есть у вас такой, можно сказать, топ-лист наших курортных зон, которые вот сейчас как бы в приоритете, да? Которые вот в первую очередь должны, так сказать, облагородить. Хороший вопрос. Программа Нурлужо – это очень важная национальная программа. Конечно же, для развития туризма нам надо строить магистральные трассы для того, чтобы туристский поток мог передвигаться по ним. И одновременно надо развивать придорожную инфраструктуру. Как вы знаете, это распространено во всех странах. Мы хотим тоже привести в соответствии с национальными стандартами развитие придорожной инфраструктуры, которая включает прежде всего специальные точки, где будут обязательно зоны отдыха, заправочные станции, точки общепита, удобства. Ну, под удобством я подразумеваю санузлы, пресловутые наши. Поэтому вот совершенно недавно компания КАЗ Автожол выступила с инициативой имплементировать этот проект по развитию придорожной инфраструктуры. И мы думаем, что это у них получится. Ну вот каким образом они будут это реализовывать? Они будут работать совместно с регионами. И я считаю, что эта работа, конечно, не одного дня, потому что у нас дорог много, которые как лучи расходятся от столицы во все регионы страны. Поэтому работа предстоит масштабная, но, я думаю, преодолимая. И вы сказали еще про зоны. Ну, поскольку сейчас летний сезон, время отпусков. И, конечно же, время отпусков ассоциируется с пляжным туризмом. И в топ-лист можно включить ШБКЗ, это Щучинская-Боровская курортная зона, наши курорты на Каспийской ривьере, а также наши знаменитые озера – это Балхаш, Алакаль, Копчигай. Ну, вот по Алаколю, это очень много в этом году было разговоров и критики звучало в адрес, да, как раз-таки местных исполнительных органов о том, что туристов очень мало и нет условий для них. То есть вопрос поднимался даже на правительственном уровне. Но как раз-таки в начале лета говорили о том, что озеро и вообще курортная зона вокруг, оно преобразится. Вот каким образом? Ну, северные и южные зоны Алаколя активно развиваются, строится дорога, уже в строй входит аэропорт, железнодорожное сообщение открыто. Единственное, поднимался неоднократно вопрос по развитию станции Актугай, потому что Актугай является узловой точкой, которая железнодорожными сообщениями соединяет юг, север, запад, восток. Поэтому важно было на этой станции построить павильон. Павильон с залом ожидания, со всеми удобствами для прибывающих людей. Мы этот вопрос поднимали и создали рабочую группу с компанией «Казахстан Тимуржалы» и решим, я думаю, вот этот вопрос очень в ближайшем будущем. Ну вот не могу не спросить про Экспо. Вот эта выставка как бы дала немалый такой экономический эффект. В сравнении с прошлым годом количество туристов увеличилось в 4,5 раза. Ну, в Астане, конечно, проходило очень много мероприятий, форумов, событий, но специализированная выставка Экспо является самой такой яркой, самой запоминающим событием. И я думаю, даже каждый казахстанец гордится тем, что именно Астана была выбрана местом для проведения Экспо. Конечно же, мы видим вот этот большой поток туристов, и для туризма это тоже большой импульс. Но я считаю, что успешное проведение Экспо показывает, что Казахстан может качественно развивать туризм и принимать большие потоки туристов. Главное, чтобы все госорганы и бизнес сохранили эту энергию Экспо, но не только на период проведения Экспо, в этом режиме должна работать вся страна для того, чтобы достичь целей, которые поставлены главой государства. Главное создать условия для этого. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Благодарю вас. Спасибо вам большое за внимание. А я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в студии была Майнюра Мурзамадиева, председатель комитета индустрии и туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова